Здравствуйте, дорогие друзья! Начнем с того, что иудаизм это религия времени. И каждый год, тот же день, как это было, при выходе из Египта, возникает та же духовная ситуация. Пейсах, Сокот, любой праздник миронасыщен той духовной структурой, которая была в это время, в такие-то годы. Что было в нашем месяце Хишване? Ну, праздников нет в этом месяце, таких, как вот считают. Но было два интересных события. Ной вошел в ковчег 17-го числа месяца Хишвана. И вышел из него 27-го месяца Хишвана через год. Что это означает? Это означает, что в этом месяце сохранилась энергия как всемирного потопа, то есть энергия уничтожения греховной земли, так и энергия, так сказать, прощения, которая была в 27-го и вышла. Вообще, очень многие люди говорят, что Бог милосердный и так далее. А как же он уничтожает землю? А почему сейчас война? А почему то и другое? Написали наши мудрецы, что если Бог выносит решение об уничтожении чего-то, то он поступает так, исходя из соображений настоящего милосердия. Хотя мы не можем осознать его решение до конца. Написано только в конце, когда все раскроется, в конце времен все решения Бога, мы увидим, что продиктовано его добротой. Теперь в этом месяце Хишвана мы еще выполняем одну очень важную заповедь, которая была дана опять же в те времена Ноху. Какая была заповедь? Выйди из ковчега. Выйди из ковчега. Написано, закончился какой-то период жизни. Выйди отсюда, пойди в мир, начни после того, что произошло, улучшать его духовно. Начни что-то делать. Ты не можешь просто сидеть и плакать. Это не работает, особенно в Хишмане. Знаете, Рэбе Любавичский однажды сказал интересную вещь. А где написано, что у тебя есть договор с Творцом о легкой жизни? Где он обещал вам, что придя в этот мир испытания, придя в этот мир, в котором мы, к сожалению, спотыкаемся, еще больше иногда его затемняем? Кто сказал, что будут все прощать и так далее? Знаете, вот к сожалению, глубокому материальное благосостояние того периода, когда люди все могли, все умели, все хватало, оно уничтожило мир. У людей остало очень много времени, и, к сожалению, они его использовали не туда. Короткую историю расскажу. Мороз нарисовал на стекле такие красивые хрустальные узоры. И был такой Гершель Астрополлер, известный шутник и очень бедный человек. Жена ему говорит, пойди купи дров. Он говорит, денег нет. Она говорит, слушай, тебе не стыдно мне такое говорить? У нас даже окна замерзли. На них уже деревья выросли с ветками. И Гершель говорит своей жене, ты знаешь, давным-давно Всевышний создал два вида деревьев. Одни приносили плоды, а другие радовали красотой глазом. Очень такие были, да. Но жизнь началась трудная. Люди бегали за яблоками, грушами. Красоту вообще перестали замечать. Тогда Всевышний жалился и решил этим, разрешил этим красивым деревьям, но забытым, к сожалению, всем миру, вырастать на окнах наших домов во время мороза. Они должны напоминать всем, что на свете есть что-то, кроме погони за заработком. И что же дальше, спросила жена. Ее супруг улыбнулся и говорит, к сожалению, увидеть эти зимние деревья и эту красоту могут только бедные люди. В зажиточных домах, как только они натопят печень, они сразу исчезают. Ну так примерно и в нашем мире. Надо понять одну вещь. В трактате Бава Кама, Талмуда, написано так. Вдумайтесь, пусть прервется жизнь у каждого, кто говорит, что Бог все прощает. Какие-то фантастические слова. Но ведь благочестивые люди, написано так, живут уступая, прощая. Почему Всевышний поступает иначе? И тут надо дать ответ, который соответствует тому, что говорилось с нами раньше в этом уроке. Всевышний, наказывая, не преследует цель отомстить, наказать ради наказания. Не дай Бог так подумать. В случае совершения какого-то греха, наказанием является сам грех. Вот когда мы затемняем какую-то сторону света, мы порождаем темноту, и тут ничего сделать нельзя. Много духовных миров поставил Всевышний, написано в зависимости от нашего мира. Именно в плане управления, в плане всего. Поэтому каждый наш добрый, или не дай Бог злой поступок, накладывает отпечаток на каждый из всех миров. И человек должен получить наказание за грех от тех самых сил нечистоты, которые родились в результате его греха. И это наказание определяется в соответствии с тем, в чем грех заключался, и насколько оказался ущерб значительным от него. Наказание устраняет грех в этом мире. Наказание устраняет грех, нанесенный этим грехом и так далее. Нанесенный, в первую очередь, душе согрешившего. Так что никаких уступок, к сожалению, быть не может. И когда мы видим несовершенство мира, когда мы видим всякие беды и войны, мы должны понять, что это мы затемнили этот мир, а Бог просто исправляет все, что мы натворили, с того дня и по этот день. И не дай Бог нам довести мир до того, что надо будет опять заливать его чем-нибудь, чтобы спасти. Я думаю, что у людей все-таки должно хватить и мозгов, и какой-то, я не знаю, морально, может быть, чуть-чуть, чтобы остановиться и прекратить уничтожать друг друга. Хочется в это верить. Брахава от слаха.